Кто занятий не посещает, автоматы не выйдут, я сразу говорю. Да, ребят, присаживайтесь. В техническом университете решили не медлить и сразу 1 сентября начать учебу. Для студентов дело привычное, но не в этот раз. И все потому, что кабинеты неузнаваемы. Надо помнить, что корпус примерно с 70-х годов, он ни разу никакому ремонту не потреблялся. И вот это стоящее, везде, врачи, в окна, все это вот так оно и было. Теперь с 1 сентября мы его запустили, этот корпус. Вот эту аудиторию мы пока не оснащали. То есть мы сейчас еще думаем, а что с ней сделать. В программе модернизации инфраструктуры технический вуз получил 150 миллионов рублей на капремонт корпуса Бена Димитрова. В здании заменили окна, двери, освещение. В аудиториях появляется новое оборудование. Чертить от руки уже не придется. Если я рисую, то у меня мышка. Когда у меня идет полет фантазии, когда я просто что-то хочу изобразить, то у меня стилусом удобнее. А вот студенты-медики еще ждут, когда им покажут обновленное общежитие. Чтобы подобное для Барнаульского колледжа стало возможным, из краевого бюджета выделили 30 миллионов рублей. Большое количество времени студент находится на самоподготовке. Элементарные комфортные бытовые условия мы обязаны с вами организовывать. Капремонта здесь не было почти полвека. Замена инженерных сетей, электроснабжения и крыши – важная, но малая часть всех работ. Совсем скоро первое общежитие сдадут под ключ, где помимо кроватей уже есть муляжный класс. Я ожидаю комфорт, уют, удовольствие в учебе, чтобы не думать, как же мне перезимовать, а уже непосредственно учиться и получить удовольствие. Похвастаться подобным могут не все. Студенты педуниверситета показали свою комнату после бомбежки. Так они назвали место, где сегодня идет ремонт. Как быть студентам – непонятно. На наш запрос про ректор вуза пояснила, что недовольные могут написать жалобу на сайте университета. Но когда закончится ремонт – не сообщили. Анастасия Наборщикова, Андрей Печоркин. День с толком.